Всем привет, ребят, с вами Дайкер и Магазин АПГ. Мы выпускаем нулевой пилотный выпуск по новостной части. Поехали! В этом выпуске флагманский Intel Core i9-12900K Elder Lake S сравнили с Core i9-11900K и Ryzen 9 5900X в Adobe After Effects. Samsung представила первый в мире модуль памяти DDR5 с частотой 7200 и объемом 512 гигабайт. Bear Watch представила процессорную SGO с разъемом HDMI и 2.9-дюймовым дисплеем с разрешением 1440p. В Windows XP исполнилось 20 лет. Залман представила новый процессорный кулер с яркой RGB-подсветкой. Уже этой осенью мы встретим новое поколение камней от Intel, где топовый 12900K будет иметь 16 ядер, 24 потока и кэш третьего уровня в объеме 30 мегабайт. Самое что интересно, в сеть уже выложили тесты в реальном приложении After Effects. Тесты проводились на тестовом стенде. Asus Rockstrix Z690E Gaming Wi-Fi, видеокарта GeForce RTX 3090 и 64 гигабайта памяти, полученные двумя модульами DDR5 с частотой 4800 по 32 гигабайта. В целом по тестам новинка превосходит очень даже. Несмотря на то, что в трекинге 1900K оказался быстрее на 7%, в любом случае в сравнении с Ryzen 9 5900X Intel выигрывает. На мероприятии Hotchips 33 компания Samsung сообщила о создании первого в мире модуля оперативной памяти DDR5 с частотой 7200 и объемом 512 гигабайт. При производстве модуля DDR5 с 7200 и объемом 512 гигабайт Samsung использовал восьмислойный стек кристаллов DDR5, объединенных с помощью технологии 3D TSV. Хоть компоновка и восьмислойная, высота готовой микросхемы в упаковке составляет всего 1 мм. Против 1.2 у DDR4. Естественно, данную память будет юзана только в дата-центрах. Для потребительской части модули памяти DDR5 будут выпускаться, конечно, меньшим объемом. До 64 гигабайт на одну планку. Они обещают уже к концу года запустить массовое производство, а массовый переход планируют на 2023 либо 2024 года. Компания Baroge, занимающаяся SGO, выпускает новую модель. Под названием CPIT. Ее особенность является 2,9 мм цифровой дисплей с разрешением 1400p и наличием HDMI-разъема. С плотностью 700 пикселей на дюйм экран SGO обладает почти в два раза большим показателем PPI по сравнению с дисплеем смартфона Samsung Galaxy S21. Для получения 5-вольтового питания жидко-кристаллический дисплей использует USB-интерфейс. На дисплеевывается, естественно, вся полезная информация. Температура CPU, GPU и всякие нагрузки. А самое главное, ее можно синхронизировать с приложением AIDA64. А наличие HDMI-разъема и экранчик можно использовать как дополнительный крошечный монитор. Помпу и резервуар Baroge интегрировала непосредственно в сам радиатор, снабдив его акриловым окошком, позволяющий наблюдать за уровнем жидкости в контуре. Система предлагает 200-мм радиатор, оснащенный двумя 120-мм вентиляторами. Поддержкой будет сокетов AMD AM4 и Intel LGA 11.5X и 2011. Сейчас мы все зациклены на выпуске Windows 11. Но сегодня мы вспомним другую, максимально легендарную ось. Это Windows XP, которой 24 августа исполнилось 20 лет. Система была представлена в августе 2001 года. Я тогда перешел во второй класс. Самое, что веселое, этой осью пользуются по сей день. Хотя поддержка Windows XP закончилась еще более 10 лет назад. По данным сервиса StarCounter, порядка 0,59 компьютеров на Windows до сих пор используют Windows XP. Чтобы вы понимали, с учетом общего числа пользователей, речь идет о миллионах машин. А теперь такой вопрос. Станет ли новый Windows XP Windows 11, либо это очередное обновление Windows 10? Узнаем мы это в октябре. Компания Zalman представила новый кулер CNPS 9X Optima RGB для охлаждения центрального процессора. Изделие содержит алюминиевый радиатор и 4 медные тепловые трубки U-образной формы. За обдув радиатора отвечает 120-мм вентилятор. На основе подшипника скольжения с винтовой нарезкой. Скорость его вращения регулируется в диапазоне от 600 до 1500 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума 26 дБ. Кулер назелен эффектной многоцветной подсветкой на основе 15 ярких светодиодов. Заявленный срок службы вентилятора составляет 40 часов. Заявленный срок службы вентилятора составляет 40 тысяч часов. Новинка имеет следующие размеры и весит всего 530 грамм. Имеет совместимость с процессорами AMD, 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 AMD и AMD, AMD и AMD. И AMD, 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 AMD и AMD, 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 AMD. В целом пилотный выпуск подошел к концу. Мы не в курсе запускать его нам в итоге или нет. Решать вам. Напишите обязательно в комментариях. Особенно укажите там какие следующие новости вы бы хотели видеть. Из какой тематики. Игровой, IT и тому подобное. Все что вас интересует мы будем стараться собирать это воедино и выпускать. С вами был Даггер и магазин АПГ. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok